На календаре 20 июня это значит, что часть жителей Краснодара и жителей России, примерно 2,5 миллиона человек, будут сегодня праздновать День мотоциклиста. Именно столько мотоциклов находится на руках россиян, которые на них ездят. И по поводу этого дня поговорим с нашим гостем Дмитрием Самарским на студии. Мотоциклист Дим, доброе утро. Доброе утро, очень рада видеть. Ну, давай, наверное, с самого главного вопроса. Мотоцикл для тебя что? Образ жизни, мода, средства передвижения, борьба с пробками? Ну, явно не мода, явно образ жизни, явно средства передвижения и, в принципе, неотъемлемая часть меня. То есть ты себе не мыслишь за рулем автомобиля? Нет, конечно же, мыслю себя за рулем автомобиля, потому что погода не всегда комфортная. Да, действительно, из-за погоды приходится пересаживаться за автомобиль, более грамотно рассчитывать свое время, чтобы добраться в то или иное место. Но при первой возможности, конечно же, садимся на мотоцикл. Мы, когда с Дмитрием готовились к эфирам, мы посмотрели историю возникновения этого праздника. Оказалось, что не так давно он появился. В 92-м году. Да, его девиз был «на работу, не на автомобиле». Да, собственно, на мотоцикле. Вот как коллеги относятся, когда вы подъезжаете к работе на таком замечательном стальном коне? Вы знаете, мне повезло с коллегами, и часть из них тоже мотоциклисты, поэтому, в принципе, более-менее все адекватны, конечно же. Иногда спрашивают, зачем тебе это средство повышенной опасности, но я говорю, я пунктуальный, поэтому выбираю мотоцикл. Ну а как же, костюм, галстук или можно переодеться на работе? Можно переодеться на работе. Вот, прекрасная позиция, я считаю. Ну вот смотри, если говорить о мотокультуре, ведь мотоцикл не сам по себе, да, это автомобиль средства передвижения, мотоцикл подразумевает мотокультуру. Что, на твой взгляд, все-таки, какие цели она преследует сегодня? Цель мотокультуры, само собой, это самореализация человека через объединение в определенной группе друзей, коллег, которые также поддерживают тебя в этом увлечении. Если брать различные клубы, то это совсем другая сфера, там есть определенная иерархия, да, действительно, многие люди стремятся. Да, потому что ощущение братства, друзей под боком, да, сюда-сюда, это очень важно для многих, и многие стремятся. А как же свобода, ветер в лицо? Ну, свобода, ветер в лицо, это не когда у тебя мотоцикл на эвакуаторе, и ты сверху. Ты можешь спокойно передвигаться, и будет свобода и ветер в лицо, но когда ты чувствуешь, что с тобой единомышленники, братья по клубу, это, конечно, для многих большой стимул стать мотоциклистом. Вот, кстати, если мы говорим о мотокультуре, соответственно, ей можно обучать, ну, предположим, да, если мы говорим о мото-молодежи, вот, допустим, человек хотел бы стать мотоциклистом, во-первых, куда ему нужно прийти, обратиться, где находить этих, собственно, братьев по разуму, да, и есть ли такое понятие, как воспитание мото-молодежи? Смотрите, давайте по этапам, да, то есть в советское время очень импланировало то, что были ДСАФ, и картинги, и мотокросс, это было активно. Со временем, увы, но тенденции снижаются. Я знаю прекрасный детский зарывный центр «Орленок», в котором господин Джеус практикует мотокросс, это трасса этапа чемпионата мира, и многие люди там реально в летнее время могут повысить свое мастерство на кроссовых мотоциклах. Что касается Краснодара, в частности, в данный момент, я думаю, многие обратили внимание, все автошколы предлагают обучение категории А, и это прекрасно. Почему? Потому что ни в коем случае нельзя, можно где-то попробовать, я думаю, в молодости мы все через это проходили, да, когда на мопедах, на скутерах, но сейчас техника очень сильно развита, техника достаточно мощная, поэтому нельзя сперва приобрести, а потом пойти отучиться. Конечно же, в первую очередь отучиться. Потом есть специализированные контраварийные школы, которые также предоставляют услуги по подготовке водителя мотоцикла. И, само собой, в первую очередь права, потом необходимо пойти в эту мотошколу. Почему? Потому что там можно избежать ошибок и приобрести именно тот мотоцикл, который тебе подходит, потому что многие, почитая интернет, говорят, я хочу вот этот вот и красный. А как только его приобретают, они понимают, что это либо наоборот очень слабый мотоцикл, либо очень мощный, и ему не подходит. Поэтому, в первую очередь, права, потом ты приходишь в мотошколу, тестируешь ряд мототехники, подбираешь свои, потом уже приобретаешь. Я считаю, что это краеугольный камень, чтобы впоследствии стать участником дорожного движения на мотоцикле. Ну и плюс, я думаю, что не лишним будет сказать, что если есть знакомые, там, друзья-мотоциклисты, через знакомых-знакомых, можно же прийти и поговорить, достаточно открытое сообщество мотоциклистов в целом, я не говорю, там, за отдельные какие-то клубы. То есть подойти и спросить, ребят, очень хочу, посоветуйте, посоветуют. Посоветуют и даже подскажут, где можно взять. Но покататься не буду. Ну, кстати, раз у нас сегодня такой замечательный праздник, что, собственно, пожелаете мотоциклистам и будете ли сами как-то сегодня его отмечать? Думаю, да, однозначно с коллегами мы прокатимся по городу, ближе к вечеру узнаем, есть ли какие-то официальные мероприятия с этой частью. Пожелать, что хорошей погоды, которая в данный момент на Кубани не особо хорошая, удачного сезона и всегда быть здоровыми. Спасибо большое. Спасибо вам.